Сегодня расскажу немножко про бизнес, про бизнес с нуля, совсем чуточку поотвечаю на ваши вопросы. Зовут меня Матвей Северянин, так или иначе зарабатываю в интернете, я уже 11 год, да, с 14 лет, ну, страшно, страшно об этом говорить. Давайте расскажу коротенькую историю. Есть у меня замечательных друзей много, но есть один особенно замечательный, который все время хочет какой-то бизнес начать. И к нему бывает, приходишь, пьешь чай, кофе и сидишь несколько часов и обсуждаешь, что же можно было бы сделать, составляешь какой-то план, какой-то список действий. И потом это нифига не работает, нифига. Мне кажется, что по-настоящему крутые проекты, они часто делаются вообще на салфетке, то есть быстро делается рабочий прототип, который продается. То есть, в принципе, не важно, насколько качественный ваш первоначальный продукт, объективно говоря, важно, чтобы он продавался. Как только вы сделали первую продажу, вы уже получаете какой-то фидбэк, да, вы уже можете как-то это там поправить, отточить. Но сначала нужно продать, продать хотя бы идею. Взять пример с тем же краудфандингом, да, то есть я две книги издал с помощью краудфандинга, сколько там заработал, 1200 на них, ну, не очень много. Но фишка в том, что, с чего все началось? Началось с того, что я просто, у меня была идея написать книгу, у меня был черновик книги, я взял, запустил краудфандинг, понял, что я там 200 копий книги продаю, не напрягаясь, написал книгу. То есть история такая, что самое главное в начале это продажи, потом уже, да, потом вы уже подумаете, как вам нанимать сотрудников, какой вам снять офис, насколько длинноногая должна быть ваша секретарша. Но сначала, сначала самое важное, сделать первые продажи. Чисто мое мнение, потому что 90% не стартуют с нуля просто потому, что не могут сделать даже первых продаж. Окей, ребят, давайте парочку вопросов, каких-то интересных, да, и, соответственно, я тоже пойду, нужно работать. Как начать бизнес с нуля? Ответ кэпа надо сначала начать. Ну, потому что всегда, когда ты сначала начал, тебе проще ориентироваться. То есть ты вот уже начал, у тебя уже есть какой-то фидбэк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok